У детей и молодежи края появится еще больше шансов для реализации своих инициатив. Школы, лицеи, высшие учебные заведения получили почти 43 миллиона рублей грантовой поддержки. Все потому, что движение первых Алтайского края, а оно существует в каждом из этих учебных заведений, стало лидером в Сибири по количеству выигранных грантов. Это 33 проекта. Все подробности конкурса и более детально об одном из проектов, который будет реализовывать Алтайский политехнический университет. Прямо сейчас узнаем у председателя Совета регионального отделения движения первых Алтайского края Ирины Рыбиной и Андрея Маркова, ректора Алтайского государственного технического университета. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, первый вопрос Ирине, наверное, все-таки, потому что говорим, что движение первых. Ирина, насколько победа важна для вас и вообще для движения? Эта победа важна, ну, вообще участие в грантах важно и как мера поддержки от Всероссийского движения детей и молодежи для всех регионов. Для нас она важна, потому что это как раз закрывает сферу потребностей муниципального спектра, потому что региональное финансирование идет за счет субсидирования. А вот муниципальные первичные отделения, да, мы, конечно, стараемся создать для них позитивную инфраструктуру, но за счет грантов мы, во-первых, видим их интересы, готовность проявлять инициативу, ну и самое главное, мы им очень благодарны за такую системную командную работу. Конечно же, дополнительные финансы – это всегда дополнительные ресурсы для вовлечения детей. Поэтому мы с радостью отреагировали на такие изменения, на наши успехи. А ребята сами как отреагировали? Сами первые? Ну потому что вы, я понимаю, вы рады, Андрей Михайлович тоже рад, судя по улыбке. А ребята как? Во-первых, объявили ночью, все следили, и у меня сразу начались смс-очки в WhatsApp, в Телеграме, да, перекидывания того, что наконец-то мы победили здесь, о, наша инициатива будет реализована, и отдать должное, да, вот наша проектная команда, они же складываются наставник и, собственно, участники движения. И ребята, конечно же, ждали этих результатов. Где-то наставник первый увидел, где-то ребята увидели. И позитива было очень много, и все у нас готовы к тому, что это не только вот сейчас вауэффект обрадовались, что это большая работа, которая необходимо до конца года нам совместно завершить. И мы, как региональное отделение, заинтересованы, чтобы все наши победители, все свои мероприятия реализовали, и мы им поможем, конечно, отчитаться и методически поддержим. Угу. И еще один вопросик, потому что потом перейдем к Андрею Михайловичу. За счет чего, все-таки, как вы считаете, удалось нам, да, Алтайскому краю обойти другие регионы Сибири? За счет того, что у нас активная проектная культура в Алтайском крае, у нас достаточно проектные инициативы, развитые в системе образования, сфере молодежной политики, сфере НКО. Плюс мы заранее, когда понимали, что движение объявит конкурс, уже достаточно хороший опыт на этой деятельности. Мы, конечно же, на свои первичные отделения эту информацию быстро донесли, сделали методический проектный офис удвижения, который позволял тем, кому нужна поддержка через онлайн-вебинары, ее получить или точечную консультацию. Те коллеги, которые уже участвовали в грантах Росмолодежи, понимали, что очень важно встретиться, выработать и понять вызов, которые они будут решать, договориться. То есть вы встречались, да? Да, дать должное. Вообще среди университетского сообщества Андрей Михайлович сразу же среагировал, позвонил, сказал, давайте обсудим, какая сейчас важно решить проблему, и чтобы она отвечала деятельности первичного отделения университета, профессиональной деятельности, ну и, собственно, была актуальна запросам современного школьника. Мы проработали этот момент, у них замечательная проектная команда, которая все подхватила, быстренько оформила, мы посмотрели методически, где-то что-то подкорректировали, ну и, собственно, мы видим результат, и он очень успешный. Ну да, значит, переходим сразу к Андрею Михайловичу. Смотрите, то есть Ирина уже сказала о том, что есть у вас в техническом университете отделение движения первых. Я, честно, не знала, узнала вот буквально на днях, когда его открыли и почему вдруг решили его открыть? Ну, вообще, я очень положительно отнесся к тому, что такое в стране движение появилось. Давно о нем узнали? Ну, оно же началось в прошлом, в конце прошлого года, и вот оно реализовано. Вообще, интересное еще в том заключается, что вот это инициатива детей была. Ну, наверное, подсказали им или еще что-то, но инициатива детей – это вот не навязанный им проект вообще движения первого, а это их потребность самореализоваться. Там 12, да, по-моему, у них направлений деятельности, ну, по сути, охватывают все жизни активных детей наших, да? Почему у нас, казалось бы, университетов? Уже вроде взрослые, уже не дети. Ну, мы все дети, конечно, в душе мы все оттуда, из пионерии. Но я хочу сказать, что у нас же, кроме студентов высшего образования, есть студенты среднего профессионального образования. И это же те же ребята, которые после девятого класса пришли к нам. Они, ну, по формальным признакам, они сюда подходят, эти ребятишки к нам, да? Ну, и у них тоже инициатива. Ну, а что, если есть движение первого? Почему у нас такого движения нет? От них все-таки пошло? Конечно, это от них пошло. Естественно, мы поддержали это. У нас очень хорошие такие, я считаю, ну, партнерские отношения. Ну, это начиная еще с управления молодежной политики. У нас это, у нас очень хорошо. Вообще, я считаю, что в Алтайском крае вот эта вот командная работа в области молодежи, я сейчас вот эту тему там затрагаю, она очень хорошо реализуется. То есть, вот если в УЗы провести какое-то мероприятие, то, в общем-то, у нас всегда от края поддержка есть. Это и там, допустим, марш, или там движение первокурсников, когда выходит там все огромнейшее количество. Поэтому, скажем так, наработки были такие. Поэтому, ну, для нас даже сомнений не было о том, что почему бы у нас такое движение не организовать. И у нас есть отделение движения первых. Вот, конечно же, мы, ну, и тем более, что сейчас еще ребят побольше. У нас сейчас очень много поступило ребят после девятого класса. Вот, ну, там, по-моему, и нет ограничения, и первокурсники, и высшего образования могут быть. Да, по-моему, может быть, студенты попросили у президента, чтобы стать наставниками движения. И мы как раз и свое отделение это сделали как раз в день 25 января. Мы тоже это сделали. Поэтому мы вот здесь вот очень... Где-то рядышком были. Да, конечно, мы рядом. Почувствовали. Почувствовали мы это. Вот, поэтому, конечно, у нас движение первых есть. Мы будем активно и продвигать это движение, помогать этим ребятам. Ну, это вот тот случай, когда ребятам, ну, просто направлять, помогать им надо. У них очень много инициативы. Ну, и теперь уже о проекте, да, который поддержан движением первых. В чем вообще суть этого проекта? Ну, проект называется очень интересно «Вживую». Да, вот очень интересно. Я вот жду, когда расскажете о чем. Да, почему «Вживую»-то? А как еще можно? Ну, знаете, вот годы пандемийные, годы... Ну, и вообще информационные технологии, они так настолько у нас глубоко в нас проникают, что даже иногда бывают такие, ну, мысли, а не отказаться ли нам от общения «Вживую». Ведь есть же информационное пространство, в котором мы можем это делать. И надо это делать, и, безусловно, это правильно, и в этом направлении будем идти. Но есть такие моменты, когда лучше сделать что-то «Вживую», когда вот непосредственно, как говорится, глаза в глаза, взявшись за руки, пойти вместе и сделать что-то полезное. Что здесь «Вживую»? Ну, я все-таки возглавляю технический университет, поэтому, конечно, мне очень интересно и небезразлично это техническое образование. Мне нравится, что в последнее время интерес к техническому образованию растет, и это правильно. Конечно, нужны и другие специальности, но техническое все равно в основе всего лежит наша материальная база, а это техника. Значит, на что направлен проект? Ну, как бы вот я бы выделил, ну, таких три этапа. Первый этап – это нужно рассказать школьникам, кто участник. Это будут школьники, те же ребята из среднего профессионального образования. Это не только город Барнаул, это даже в первую очередь не город Барнаул, а районы и города края. Тем более, что у нас, например, и в Рубцовске, и в Биске есть филиалы, у нас есть представительство, мы очень хорошо дружим со школами и средними персональными учреждениями СПО по краю, поэтому, ну, как бы такая сеть хорошая есть. Вот. И нужно просто рассказать о том, что есть такое техническое образование, инженерный подход ко всему. И это вот такой у нас этап будет называться технолента. То есть мы вот таким, такой лентами опутаем весь край, что даст нам возможность рассказать, а что такое вот техническое образование, почему быть интересно инженерам. Это будет выезд преподавателей, но не только самих преподавателей, а и вот этих самых наших студентов, они расскажут, а я учусь, и я вот это понимаю, и мне легко. Это вот первый этап. То есть они вживую расскажут, не онлайн. Просто мы расскажем о том, что это здорово. Теперь второй этап. А нужно теперь вот это техническое мышление, инженерное мышление развить. И для этого у нас второй этап, техногид, он будет уже реализован у нас здесь в ВУЗе. Соберем прекрасных спикеров. Эти спикеры у нас и наши ребята, студенты. У нас вот буквально вернулись ребята, стали победителями в стране на архипелаге. Наши и студенты, там третий курсник есть, и преподаватель молодой. Это такая команда, вот они горы свернут. И они в том числе и они расскажут, а что такое инженер, и что такое инженерное мышление. Мы научим их. У нас целая будет такая площадка, на которой мы будем учить. Вплоть до, как научиться изобретать. Я абсолютно уверен, что вот в ходе этого обучения уже какие-то изобретения появятся, и мы сможем, ребята смогут оформить свою интеллектуальную собственность. Это как бы вторая часть. То есть мы научим, заинтересовали, научили. И третья часть. Это будет называться у нас, ну, первым, понятно будет, форум ведущих инженеров. Соберем ребят и здесь. Но вот тут, что еще интересно, это не только мы будем рассказывать, а это будут еще участвовать наши предприятия. Я вот всегда со всех площадок говорю, что алтайская промышленность в плане научно-технических разработок, в плане технологий, это одна из лучших в Сибири. Не во всех городах есть такие технологии, которые разработаны на наших предприятиях. И мне особо приятно, что эти технологии, эти продукции разрабатывают наши выпускники. И чтобы ребятам-то мы покажем, что... Это как вы будете показывать? На предприятиях прямо, нет? Мы пригласим сюда наших выпускников, наше предприятие, и они со своей продукцией, со своими мастер-классами, они здесь выступят, ребятам покажут. Более того, мы готовы, и наши партнеры индустриальные готовы такие площадки развернуть у себя. У нас практически со всеми нашими предприятиями очень хорошие такие партнерские отношения. Поэтому ребята смогут поучаствовать непосредственно в производстве. А как взаимодействуете с движением первых? Вот сейчас на это? Да у нас как бы одна команда, и мы тут... А мы и не расставались. Мы не расставались. Как начали обсуждение проектов, так и... Как я помню, во сколько там? Наверное, ну, 12-й час, когда Ирина Сергеевна мне прислала это сообщение, ура, там, поздравляю, ночью. Ночью темно, тут приходят сообщения, ура, тут мы своим это все. То есть вы на связи сутки буквально каждые. Да, сутки, да, сутки. Ну, время нельзя как бы тянуть, да, но и вот она, и победа первых, потому что действительно можно быстро задать совершенно открытый вопрос, получить ответ, сориентироваться, и что-то переспределить, что-то перестроить, и у нас... То есть мы на прием друг другу не записываем. Ну, поняла. Ирина, ну, какие еще проекты, кроме вот вживую, сейчас нам Андрей Михайлович очень подробно об этом рассказал, выиграли гранты, еще какие проекты? Ну, может быть, не все какие-то... Да, их там более 30. Я бы хотела, так как у нас сегодня высшие учебные заведения, более вот так подсвеченные, и хотела бы как раз проговорить, что все первичные отделения, открытые на базе высших учебных заведений в Алтайском крае, получили поддержку от движения первых. Педагогический университет будет разрабатывать исторический хакатон, приоритет там краеведческие разработки, и, собственно, школьники будут вовлечены в этот процесс. Классический университет, там на базе открыто два первичных отделения, одно как НКО, другое как колледж. Собственно, они сориентировались тоже вот на научных разработках, но если здесь у нас техническая составляющая, то там биоразработки, там креативные сессии. Заключительный вопрос, когда уже можно будет первые результаты этих выигранных грантов увидеть? И вам вопрос, Ирина Андреевна Михайловича. Сейчас идет этап заключения соглашений, потому что любые средства требуют документального оформления, утверждаются все сметы, все сроки окончательно, что люди теперь уже понимают свои ресурсы. Реализация всех проектов будет до конца года. Активная фаза проекта когда у вас? Ну, значит, это начнется она в сентябре, естественно, сентябрь, октябрь и в ноябре. То есть у нас несколько этапов, поэтому здесь, ну, не надо так прямо уж, скажем, спешить. То есть цель не то, чтобы проект выполнить. Быстренько-быстренько, да? Да, там и отчитаться. Это как бы наша бюрократская цель. А цель-то она одна, это чтобы ребята действительно получили возможность, ну, доступ к информации, сумели сами что-то сотворить, изобрести. Ну, я желаю вам удачи в воплощении всего того, на что появились деньги. Спасибо. Спасибо. А я напомню, что сегодня мы говорили с Ириной Рыбиной, председателем Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи движения первых Алтайского края и Андреем Марковым, ректором Технического университета. Спасибо.